Виталик Бутерин, который был на шоу несколько недель назад, появился у нас с идеей Эфириум. Вы придумали технические решения и спецификацию, чтобы поддержать его. Теперь вы работаете над Polkadot, который, как я понимаю, должен объединить блокчейн. Какой потенциал всего этого? Ну, отчасти. Поэтому мы и начали делать Polkadot с любопытством, и это та же причина, по которой мы вышли на путь Эфириум еще 8 лет назад. Всегда трудно предсказать реальный потенциал технологии, пока вы не создадите и не опробуете ее. Но в чем мы уверены, так это в том, что Polkadot обеспечивает принципиально новые возможности использования блокчейн. Насколько активно продвигается Polkadot среди пользователей, разработчиков, и кого вы считаете основным конкурентом? Последний раз, когда я проверял, мы были вторым крупнейшим сообществом разработчиков за пределами Эфириума. Так что, я бы сказал, довольно хорошо. И я думаю, это свидетельствует о фундаментальных возможностях, которые Polkadot предлагает разработчикам, помимо моделей смарт-контрактов, которые мы впервые реализовали в Эфириум. Является ли это гонкой, чтобы обогнать Эфириум? Если да, то кто побеждает? Не столько для того, чтобы превзойти конкурентов, а скорее действительно предоставить альтернативную технологию, более обобщенную и более абстрактную, чьи возможности и сила принципиально на шаг выше, чем та модель, которую мы представляли себе в 2014 году, когда разрабатывали и создавали Эфириум. Сейчас существуют очень сильные, но разрозненные сообщества в индустрии криптовалют. Максимализм биткоина силен, у Эфириума суперстрастное сообщество пользователей, база сторонников. Ваша цель – сблизить биткоин и эфириум и объединить эти сообщества? Да, это верно. Отчасти одной из целей Палькодот всегда была построить мосты к другим криптовалютным системам. Эти системы имеют очень мало возможностей для взаимодействия между собой и, конечно, не быстрым и безопасным способом. Поэтому одна из вещей, которые мы хотели решить с помощью Палькодот, была возможность экспериментировать и проводить эксперименты в разных направлениях, и в то же время позволять плодам наших экспериментов не быть независимым и изолированным центром, а быть в состоянии взаимодействия друг с другом. Как вы думаете, есть ли недостаток в максимализме биткоина и то, что сообщество Эфириум относится к Эфириуму с такой же страстью? Беспокоит ли это вас? Да. Вы знаете, когда мы только начинали создавать Эфириум, было много, как мы говорим, максималистов биткоина, и эти ребята как бы оглушали нас и говорили, что наша идея с Эфириумом никогда не сработает, и нам нужно просто отступить и тому подобное. И это, вы знаете, это прискорбно, когда вы хотите предоставить технологию, а максималисты говорят, что наша идея не сработает, и они все это делают с одной и той же целью. Вот вы хотите помочь сделать мир более децентрализованным, вы хотите помочь уменьшить частоту трения транзакций в экономической деятельности, и это немного прискорбно, что у людей почти менталитет футбольной команды, когда вроде того, что они строят, это хорошо, а то, что все остальные строят, плохо. Часть того, что делает Палькодот, это попытка построить мосты между всеми экосистемами и уменьшить нациалистическое и максималистическое отношение ко всем этим проектам. В последнее время есть большие опасения по поводу регулирования, особенно в криптовалютном сообществе, а то, что надвигающееся регулирование может означать. Некоторые из последних высказываний председателя Гэри Гэнслера. Гэвин, есть ли у вас кто-то из лоббистов, кто поддерживает связь с кем-либо в Вашингтоне по поводу регулирования криптоиндустрии? Да, у нас есть несколько человек, которые в какой-то степени связаны с этими обсуждениями. Вы знаете, честно говоря, я думаю, что регулирование может быть полезной движущей силой для децентрализации. Что я часто вижу в наши дни, это такие полу- или судо- децентрализованные проекты, которые вроде как децентрализованы по названию, но технологии и в реальности их реализации на самом деле не очень децентрализованы. И это, к сожалению, оказывает деформирующее влияние на рынок. Это меняет направление, в котором движутся ресурсы, и это сбивает людей с толку. Я надеюсь, что регулирующие органы могут помочь немного прояснить ситуацию и выявить эти судо- децентрализованные проекты, чтобы было понятно, чем являются эти проекты, и по сути, либо заставить проекты быть действительно децентрализованными, либо проводить эти проекты в соответствии с теми же правилами, что и централизованные проекты, которые предоставляют аналогичные услуги. Проблема, с которой борется эфириум в настоящее время, это проблема флеш-займов, когда транзакции на эфириум видны в течение определенного периода времени, что делает их уязвимыми для этих робо-трейдеров, которые берут монету и быстро продают ее обратно по более высокой цене. И все это из-за инструментов с открытым исходным кодом. Насколько велика эта проблема и как долго это будет продолжаться? Это довольно большая проблема для эфириум и других платформ смарт-контрактов. Это очень хороший пример того, почему мы вышли на путь разработки Палькодот. Вы видите, платформы смарт-контрактов, хотя их часто называют Turing Completed или что-то в этой степени, они не действительно имеют очень либеральную модель исполнения в плане того, как вы получаете код для выполнения в блокчейне. Так что реальность такова, что в эфириум и есть еще другие платформы смарт-контрактов, я не хочу выделять только эфириум, проблема этих платформ в том, что есть транзакционная модель исполнения, и это означает, что код на цепочке, это бизнес-логика, которая управляет торговлей, и этот код, бизнес-логика, выполняется только по указанию пользователей, когда тот инициирует транзакцию, и майнеры провалидируют эту транзакцию. И это отличается от модели свободного исполнения, которую поддерживает Polkadot, где приложения, которые обеспечивают бизнес-логику, именно приложения сами определяют, что будет выполняться и когда. И это означает, что приложение самостоятельно может переупорядочить, переинтерпретировать, отложить или задержать входящие транзакции по своему усмотрению, чтобы обеспечить правильную работу приложения, которым пользуются. FRM Продолжение следует...